Какой шлем выбрать? Очередной вопрос, которым задаются новички, потому я постараюсь рассказать все максимально просто и максимально быстро. Погнали! Два самых главных параметров шлемов, это класс их защиты и шанс рикошета. Интересным фактом является, что если прочность шлема опустилась до нуля, то получить рикошет уже невозможно, ну либо там слишком маленький шанс. Какие же шлемы я беру? Лучший бюджетный вариант, который я всегда вымениваю, это ратник. Третий класс защиты, кроет уши. Высокий шанс рикошета. Каску деда я не рекомендую к покупке, если ратник у вас все еще в лимите. Лучший четвертый класс это улач. Единственный у кого в ушах четвертый класс защиты. Из бюджетного сегмента есть ТЦ-2001 и ТЦ-2002. У них меньше очков прочности и нет защиты ушей. Если хочешь использовать забрало третьего класса, будь добр выполнить квест образцы. Большинство шприцов легче всего найти в лаборатории в одноразовой комнате. Но не вздумай это забрало использовать в комбинации с фаст МТ, эрфреймом. Это просто дорогой кау. Бюджетный вариант это брать НФМ. Он лучше чем ЛШЗ, но при этом совсем чуточку дороже. Если хочешь все-таки четвертый класс, то бери ТЦ-800. Стоит не так дорого как тот же фаст МТ, но при этом он не сильно хуже. Кстати на бусте я более подробно разбирал тему шлемов. Помимо этого там куча гайдов и совершенно лояльные цены. Есть шлемы по типу полной защиты. Они максимально глухие, под них нельзя надеть наушники. Из доступных это ЛШЗ. Четвертый класс шлема, забрало и пятый класс бармицы. С некоторым шансом данный шлем позволит тебе пережить прямое попадание ПП-545. Но при этом если сравнить тот же звук шагов с наушниками и в этом шлеме, то разница очевидна. Еще из реальных вариантов это использовать маску Тагилы. Пятый класс защиты позволит пережить большинство патронов. Непосредственно данную маску можно получить с Тагилы. Дополнительное бронирование. Чисто технически можно взять бастион и посыпить на шлепку шестого класса. Да, это будет защищать. Однако цена на нее просто космическая. На ТЦшнике тоже можно поставить на шлепку, только уже пятого класса. Цена тоже ниже, но стоит это того или не стоит решать только тебе. Как по мне, полнейший мусор. Дополнительные примочки. Если на шлеме ты видишь крепление, то на него можно скорее всего повесить ПНВ. Если же боковое крепление, то есть также опционал прикрепить фонарик. Светит оно не особо хорошо, но в принципе и неплохо. Лично я этим не пользуюсь. Люди часто очень сильно обесценивают роль шлема в рейде. Мол, он не защищает, никак не помогает. Зачем тратить деньги, если можно не тратить? Но просто не счесть тех ситуаций, когда меня шлем спасал как минимум от бота. Да и от ЧВК тоже нередко. На этом я с тобой не прощаюсь. Я говорю тебе удачи и увидимся в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok